Добрый день, это инспектор ЗОЖ в Петербурге. Сегодня я стал немного американцем, но вовсе не от того, что у меня на футболке написано название бывшей команды НБА. Мы приехали на тренировку по бейсболу. Погода в Петербурге уже на улице не совсем располагает занятием, но мы нашли уютный зал в спортивном комплексе Алексеева. Мне подсказал Денис Новокшонов, президент Федерации бейсбола Санкт-Петербурга. Наверное, главный человек по бейсболу в нашем городе. Ну, наверное, самый разбирающийся номер один. Он знает про бейсбол все и даже немножко больше, чем американцы. Денис мне сразу дал биту, главное орудие бейсболиста. Денис, как подбирается бита? Сколько она весит? Бита порядка 800-900 грамм. Подбирается она прежде всего по росту и по силе рук, по весу. То есть, соответственно, у каждой биты у нас здесь написана длина в дюймах. То есть, если у меня 82 килограмма вес? Ну, прежде всего, рост. Ну, 180 сантиметров у меня. Где-то у вас 32-33 даже скорее. 32-33, вот этот номер, да? И плюс, значит, вес биты стандартная, бита деревянная или вот какая-то композитная. Она 32 дюйма, значит... Композитная, это что значит? Ну, вот у нее ручка немножко из такого композитного материала, то есть не из дерева, чтобы она больше, более долговечная, скажем так. То есть, деревянная бита, если неудачно попадает мяч, допустим, в ручку, она ломается сразу и так далее. А эта бита продолжает нам еще служить, да, может здесь какая-то быть небольшая там трещина и так далее, но она продолжает еще несколько лет нам служить. Так вот, повторюсь, значит, 32 дюйма, значит, стандартный вес для этой биты 29 унций. 29 унций. Вот, соответственно, если у нас будет 33-я бита, будет 30 унций. Это касаемо взрослых бит, то есть, соответственно... А сколько стоит бита? Ну, вот так, такого плана бита стоит где-то 130 долларов. 130 долларов. В Штатах, ну, понятно, здесь уже там другие цены, порядка... А у нас сколько? Ну, порядка 15 тысяч рублей. 15 тысяч рублей, ну, так прилично. Не меньше. То есть, это не так, что взял, купил, там, пару раз подержал в руках и положил. Нет, то, что мы с вами видим в магазинах, вот это самое, это дубинки или палочки топить печку из березы. Конечно, конечно, потому что они не соответствуют ни длине, ни весу, ни дереву, потому что традиционно это либо клён, либо ясень, твёрдые породы дерева. То есть, тоже ещё непростой момент. Но это мы с вами поговорили про взрослые биты, да, а есть у нас варианты, например, бит для детей, для юношей. Соответственно, они играют металлическими битами. Вот. Там полегче. А это, там, алюминий и так далее, то есть, легкосплавные такие варианты. Ну и плюс, как сказать, сейчас технологии на месте не стоят, то есть, тоже там карбон одно, другое, то есть, добавляют разные сплавы, чтобы она была и прочная была, и лёгкая. И вот здесь мы видим с вами циферку минус 10, да, вот как раз, если эта бита у нас 31 дюйм, то вес её 21 унция, то есть, для детей они более, как бы... Вот, запомните, если вы хотите, чтобы ваш ребёнок начал заниматься бейсболом, то надо выбирать именно такую биту. Это вы сами оборудовали? Ну, это... Вот здесь бейсболисты орудуют своими палочками, которые не для растопки. Вот мы повесили сетку. Чтобы мячики не улетали. Да, дальше мы уже совместными усилиями с руководством комплекса что-то они, что-то мы, так сказать, красиво, аккуратно. Это стандартные мячики, да? Нет, это мяч специальный, вот в таком виде он такой резиновый, специальный мяч для пушки, которая кидает у нас мячи для того, чтобы он был более долговечный, во-первых, да, и, во-вторых, он не так повреждает биту, как настоящий бейсбольный мяч. Бейсбольный мяч ещё более жёсткий, вес у него одинаковый, всё, но за счёт того, что он резиновый, он немножко более упругий, и для тренировочного процесса, когда мы делаем лампы ударов, конечно, более долговечный. Так, научите меня, как правильно держать биту. Значит, ну, во-первых, есть две стойки, да, мы либо отбиваем с правой стороны, либо с левой. Кому как, большинство правшей отбивает вот с правой стороны. Обычно вот по передней границе дома у нас стоит левая нога, дальше правая, назад, чуть шире плеч мы с вами отходим. Биту мы должны держать в пальцах, то есть мы не берём её, вот там, как, не знаю, как дубинку, как топору и так далее, в ладони. Мы берём, вот, значит, здесь пальцы, здесь закручиваем, то есть берём, вот, и вставать лучше сюда. Важный момент, вот эти костяшки у нас должны быть на одной линии, небольшие вот фаланги, да, средние. Сколько нюансов. Для того, чтобы мы, как при отбивании, ровно направились. Если мы перекрутим, у нас бита будет подниматься, например, и мы не направим туда, куда надо, промахнёмся в мяча. Мы переносим вес на заднюю ногу, дальше отвозим чуть руки, начинаем разворот таза. Прежде всего у нас, для того, чтобы нам создать сильный удар, нам нужно двинуть, как закон сохранения импульса, нам нужно массу двинуть свою. То есть мы разгоняем своё тело, и вдогонку в их выклёстываются руки, и мы с вами отбиваем и провожаем его. Плюс есть специальные удары, когда специальный мяч бьётся в землю, или, так называем, банты, когда мы просто подставляем, вот таким образом встаём, подставляем биту, и мяч недалеко. Здесь тоже мы можем это всё как будто отрабатывать. Вот вы сейчас посмотрели, как надо держать биту и бить, а потом я покажу, как не надо, наверное. А я ещё раз хочу напомнить, что на любой тренировке, где вы приходили, мы ставим оценки. Доступность, оснащённость, комфорт, вовлечённость и общее впечатление. Вот пять показателей. Я могу сказать сразу, что за комфорт я уже бы поставил пять баллов. Потому что вот в таком небольшом участке, да, бейсболисты, которые получили, они оборудовали всё очень уютно, сделали сетку специальную, которая позволяет не бегать за вот этими мячами, куда попало, вот. И плюс всё есть под рукой, и вот там прекрасная пушка, которая крутится, чьи возможности мы сейчас оценим. Ну попробуем, короче, как и получится, так получится. Давай, давай сейчас садим пробный, я посмотрю на неё, давай. Ага. Давай. Сверху левую. Вот так, да, 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 да. Так, пальцами выгоди, да? Да, да, ага. Ну всё, дальше закручиваете уже, да. Да, 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 да. И вот оно, да. Вот вы встречаете, и дальше, всё дальше его. Ага, голова остаётся здесь смотреть, нет смотреть, на точку удара вот сюда, да. Всё, знаешь, можете до конца провожать его, всё. Ага. Так, окей. Так, промахнул. Чуть-чуть расслабленнее, резче. Во! О, я попал первый. Да, значит, здесь настраивается скорость. Прежде всего. Какая бывает, вот сейчас с какой скоростью летели мячики? Слушайте, ну сейчас, наверное, миль, ну 40-50, может быть, не больше. Это самая такая, для новичков, да? Да, да, да. А вы откаст какой отбивали скорости? Ну сейчас перед вами я тоже с такой отбивал, да, как бы? А вот перед этим ребята на тренировке били, наверное, миль порядка, что там, 60-70. Скорость верхнего колеса выше. Плюс мы можем задать наклон определённый. Здесь позволяет нам её положить там горизонтальный, под 45 градусов, как угодно. И получается у нас мяч может лететь по падающей траектории немножко вот по такой дуге, как бы. То есть мы можем ещё ей задавать этой пушке, как бы, варианты вот таких кручёных ключей. Во! И главное, расслабленно. Друзья, ну очень увлекательно. Вот с такой пушкой соревноваться, настоящей американской, конечно, за оснащённость. Твёрдая пятёрка, потому что привезти в Петербург такую машину – это дорогого стоит. А вот дайте три аргумента в пользу того, что бейсбол – это круто, а это не только забава для американских фермеров. Нет, ну, во-первых, бейсбол развивает все качества, которые у нас есть. То есть тут нужно быть и быстрым, и ловким, и сильным, и сообразительным, быстро принимать решения. То есть игра развивает всесторонне. Во-вторых, в бейсбол могут играть люди разной комплекции. То есть мы знаем баскетбол, волейбол – нужен высокий мальчик. Где-то нужен футбол, ребята больше где-то и высокие тоже и маленькие, но больше выносливые, бегать должны быстро и так далее. Здесь у нас может быть игрок небольшого роста, который очень шустрый, который будет ловить мячи, которые там по земле отбиты, рядом он будет за всеми реагировать. Наоборот, выходит парень, ну, извините, комплекции такой полненький, да, все. Но он может этот мяч, потому что у него масса большая. Послать. Да, он его отобьет очень далеко, ему не надо быстро бежать, потому что он отобьет его на 80 метров. Допускай за ним эта команда и бегает, он там спокойно бежит. Высокий, например, игрок на той же первой базе. Нужен для того, чтобы если игроки не очень точно кидают, он делает выпад, делает большой шаг, у него руки длинные, ноги длинные, он ребятам выручит, поможет. То есть, повторяю, любой комплекции люди могут... Очень демократично. Абсолютно, да, абсолютно, вы правы. Один из самых важных моментов в отбивании, делать это достаточно расслабленно и как бы резко-быстро. То есть, нам не надо бить, как мы это рубим дрова, там сильно, не с силой, а именно, главное, скорость биты. Ну вот, теперь, когда я буду смотреть трансляции по бейсболу, я буду представлять, насколько тяжело бьющему, да, даже при отбивании. Причем, это же автомат, да, он бьет, а там же меняют. Во-первых, питчер меняет, может кинуть прямой, может любой крученый. Во-вторых, он может дать еще мяч специально мимо зоны, да, чтобы обмануть бьющего. То есть, мы можем дать дальний мяч, высокий, какой-то неудобный. Давайте пойдемте теперь попробуем, побудем питчерами. Так, вот видите, комплекс Алексеева, сколько здесь видов? Бейсбол, тут легкая атлетика. Здесь играют в мини-футбол мужчины после работы. То есть, пожалуйста, центр притяжения, спортивной жизни целого микрорайона. Так, вот мы пришли в универсальный зал номер 2, он попросторнее, потому что тут нету пушки. Здесь нету сетки, здесь все более так безопасно, да? Да, здесь в основном мы работаем над как раз питчерскими бросками, то есть работают питчера. У нас специально сделано там 2 таких горки, с которых бросает питчер тренировочных. И вот мы здесь 2-3 питчеров ставим, и они бросают, тренируют именно броски. Вот такая ловушка у нас, это ловушка первая база, она немножко отличается, она больше. И мы видим, у нее совсем другая форма пальцев и так далее. Это для игрока первая база, к которому большинство бросков приходится, и вот он именно ей ловит. И китчерскую, будь добр, покажи нам еще. Человеку, который первый непосредственно бросок. Да, который ловит, да, потому что вот мы видим, она вообще как бы толстая, совсем другая, как бы, да, потому что мы напоминаем, да, питчер кидает очень сильно. И если у полевых игроков мы ловим на карман, и обычно есть время, чтобы поймать спокойно мячик в кармашек, потому что на ладонь будет очень больно, потому что рукой поймать, да, то у питчера зачастую, не то чтобы нет этого времени, а питчер, мы напоминаем, он и кривые броски и так далее, мяч летит очень быстро. Сколько примерно скорость? Ну, скорость в Америке у питчеров от 90 миль в час, 90-95 миль. Расстояние, напоминаем, 18 метров, да, плюс питчер еще шаг делает. То есть где-то там 17-18 метров с вылета мяча, то есть там доли секунды происходит до его приема. Значит, одеваем на левую, да, вот можем, значит, вставляете пальцы, значит, у вас у каждого, как сказать, как мы детям говорим, у каждого пальчика свой домик, то есть у вас мизинец, да, все четыре, да. А большой? А большой, вот здесь такая петелька, да, да, да. Вот вы надели, вы захлопнули, вот, собственно говоря, у вас все не спадет. Да, 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 теперь все. А вот кидаю я как-то пальцы должны особенно стоять? Там, я не знаю, вот так три пальца, или это все зависит, как ты крутишь, как... Нет, если мы говорим про полевых игроков, которые бросают, у нас классический хват мяча, это два пальца сверху, желательно по швам, да, большой снизу указательный берегует, безымянные мизинец согнутся, которые они тоже придерживают здесь. То есть вот примерно такой у нас хват мяча. И он должен быть достаточно плотным, то есть не должен мяч болтаться, ну и не в ладони. То есть вот он таким образом, да. Соответственно, питчеры, когда кидают, у них уже вариантов там масса. Они кидают, это, прямой мяч, они кидают прямой, это, как говорят, четырехшовный, это двухшовный, когда они по швам берут мяч. Допустим, падающие и так далее берут вот таким образом, то есть шов между пальцами, допустим, чтобы они... Было сцепление, во-первых, закрутить именно пальцами, во-вторых, мяч, если будет вращаться именно так по швам, сопротивление воздуха за счет швов, он в итоге упадет, как бы, да. Есть такой еще бросок хитрый, наклбол называется, когда мы берем ногтями или вот ногтями, фалангами, вот таким вот образом. То есть это как в футболе, как вот Роберто Карлос, наверное, бил, когда мяч так планирует, он летит и вот так, то есть, соответственно, мяч у нас вот наклбол выпускается, он летит, вот планирует, но это отдельная вообще каста таких игроков, то есть они, их очень мало, которые кидают такие подачи. Да, 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 и там, на самом деле, что скорость у него небольшая, но его очень трудно отбить. И бросаем, и боком встаем, да, вот таким. Опа! Да, 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 да. Да, почувствовал, кстати, что как ладонь отбивается, да. Так. Все вашему ребенку дадут, только приводите в бейсбол, попробуйте, может, вам понравится, он увлечется. Вот почему нет? Поэтому доступность бейсбола в Петербурге оценка 5. Оп! Когда ловишь, особенно тебе становится интересно. Я человек азартный, и мне очень нравится отбивать, ловить, поэтому для меня сегодня общее впечатление. 5 баллов я ставлю, а итоговая оценка 24 из 25. 24 балла. Но я думаю, через пару лет, после выхода нашего эфира, возможно, будет 25 за счет пятерки за увлеченность. Поп! Поп! Субтитры сделал DimaTorzok